Говоря о ситуации в Украине, почему, на ваш взгляд, Владимир Путин призвал отложить на время референдум в Луганске и Донецких областях? На ваш взгляд, это связано с невеселой ситуацией, скажем, в российской экономике, которая не готова к проведению имперской политики, или компромиссные варианты Запада? Вы знаете, имперские политики в мире не готовы уже, как выясняете, Соединенные Штаты Америки. Уже сейчас, по мнению экспертов серьезных, экономика и финансовые положения Америки проявляют признаки напряжения, и в ближайшие 5-10 лет это может привести, к чему может привести, еще трудно сказать. Поэтому вопрос не в экономических возможностях России, хотя сбрасывать это нельзя с учета. Речь идет о том, что Путин, как гибкий политик, он не хочет упустить возможности мирного решения вопроса. А мирное решение вопроса заключается уже сейчас, после Одессы, после Крыма и после того, что сделали славянские и так далее. Единая Украина, унитарная, невозможно. Украина вообще, она, в общем-то, как территориальное, это лоскутное образование. Этнически она, мы знаем, она многообразная, а конфессионально это, в общем-то, я бы даже сказал, агрессивно, там православные и униаты, там есть западная Украина, даже в языковом элементе украинцы говорят на разных языках. Они на разных языках говорят. И для них всех был божьим даром общий русский язык. Но теперь украинцы, часть Украины этого не желают. Не желают, значит, есть старый, нормальный способ решения таких проблем. Надо сесть за стол переговоров, как бы тебе эти люди не нравились, не выжигать их, вот так вот, евреев, русских и украинцев, как это сделали в Одессе, а переговариваться, тем более, что ты считаешь их своими гражданами. Ну, как можно со своими гражданами говорить языком танков? Все, если они живут, я думаю, что Путин это делает исключительно из политических соображений, очень рассчитывая, что Украину удастся подвигнуть к процессу федерализации. Ибо, если сегодня Киев не согласится на федерализацию, завтра она может столкнуться с проблемой конфедерации. А после завтра она может столкнуться с проблемой распада. Сейчас эти шансы сохраняются. Вот как следует понимать, я понимаю, вот предложение Путина перенести сроки референдума. Я думаю, что это разумное решение, и оно продиктовано исключительно не из-за слабости России, хотя, конечно, он как президент взвешивает все, так сказать, слагаемые этого процесса, но главное здесь удержать ситуацию, уберечь ситуацию от большой войны. Это то, чего ясно не желает Путин, и это угроза, которую еще сохраняет. Он хочет этого избежать. Говорит как раз о президенте Путине. Два года назад, 7 мая 2012 года, он уже в третий раз вступил в должность президента. На ваш взгляд, за счет чего он все-таки сохранил эту власть свою в течение 10 лет? Для того, чтобы понять, за счет чего он это дело сохранил, нужно просто немножечко заглянуть в прошлое. Посмотреть, кто управлял Россией. Вы понимаете, одно дело, скажем, маленькая страна, вроде Армения или Грузия, которая может выдержать какого-нибудь организации, вроде Мехедриони или Босгурты, или армянские какие-то, дашнакские какие-то террористические организации и так далее. И совсем другое дело, Россия, это одна шестая, это страна с мощным интеллектуальным потенциалом, это страна с мощнейшими технологиями, военно-промышленными технологиями, это страна, в общем-то, суверенность, достаточно сильная. И когда во главе этой страны оказывается, скажем, абсолютно, ну, довольно откровенный предатель, каковым был Горбачев, или совершенно неразумный, совершенно, каким был Ельцин, я просто затрудняюсь подавать нужное слово, то есть, у которого фактически не было ни одной трезвой минуты. Это, конечно, может оборачиваться трагедией. И когда на смену Ельцину появляется здравый правитель, он не демократ, таким, каким вот мыслят наши, либо теоретические. Но я хочу, забегая вперед, сказать, что демократия американского типа, западного типа, которая утверждалась столетиями, не может родиться сразу в Грузии, а тем более в Азербайджане, тем более в Армении, или в Грузии, или где бы то ни, или на Украине. Мы видим, мы свидетели этого. То есть, это процесс, это длительный процесс, к этому надо, так сказать, выработать определенный тип образ мышления, тип взаимоотношений и так далее. Много чего нужно, в том числе экономических, всяких других и культурных слагаемых. Чего этого нет? Путин появился правитель, типичный, сильный, русский. И это вот тот, которого жаждала масса. Русские всегда мечтали о русском правителе. Ельцин не был таковым. Кармасев тоже оказался. А он стал культивировать русские ценности. Он сказал, что надо подняться, мочить чеченцев. В какой статии чеченцы приходят, командуют в Москве, к примеру, тогда. Да, это может быть не очень, так сказать, демократично, но это понятно для русской массы. И, наконец, он сумел остановить страну от распада. Ну, как можно? Да, в России масса проблем. Там также олигархические кланы складываются. Там тоже нажились на безумной приватизации. Там присвоение государственной собственности, народной собственности и так далее. Там тоже коррупция, там много чего. Но самое страшное, что ожидал и Россия, Путин ее спас от распада. И, естественно, отсюда, так сказать, вот он доверие, которое к нему питают широкие массы. А в случае с Крымом, ну, с точки зрения международного права, это, конечно, нарушение всех договоренностей. Тут вопросов нет. Но вот он сумел и это себе на пользу обернуть. И я думаю, что он знал, что именно вот такое поведение его даст ему соответствовать карт-бланш. Потому что он понимает, что он пришел на третий срок, и что, конечно, это когда-нибудь аукнется. И представьте себе, мы же видели болотную историю, да, болотные протесты. Там достаточно мощная собралась группа протестантов. И оппозиция Путина была достаточно мощной. И он понимал, что если он уступит в этом смысле, то дело может кончиться совершенно плачевно и для него. И поэтому он сумел обернуть это на себя. И сейчас у него рейтинг 82. Он стал политиком номер один фактически. И, Расим, я напоследок хотел бы задать ваше мнение касательно Тбилисского саммита, который прошел недавно при участии президентов Азербайджана, Турции и Грузии. И считаете ли вы, что данный саммит приведет в скором времени к созданию какого-то союза в регионе нового в формате Грузии, Турции, Азербайджан, или даже военного союза блока, скажем так? И как на это может отреагировать Москва? Я не очень вообще понимаю, для чего нужно оформлять вот эти установившиеся крепкие связи этих трех стран в некий союз. Против кого? Союз обычно организовывается против какой-то блоковой политики. Против Ирана, против России, тоже абсурдно. То есть всякое вот такое движение в сторону военно-политического союза, это сразу насторожит достаточно мощных соседей. Я не говорю о том, что в общем-то этим и не попахивает. Турция натовская страна, Грузия расчленена, она находится в фактическом состоянии войны с Россией, так, де-факто. Азербайджан расчленен, точно так же находится в состоянии фактической войны с Арменией. И в этой ситуации создание союза, оно, так сказать, вряд ли целесообразно и возможно вообще-то. То есть бизнес и ничего больше? Хотя речь идет не о бизнесе, речь идет о большой энергетической, политической игре, в которой эти страны обретают союзников в Европе. Вот в чем дело. И это куда больше, чем, допустим, какой-то военно-политический союз Азербайджана с Грузией. Азербайджанские с Турцией и так союзники, это братские страны. С Грузией мы связались, с Турцией, с Грузией мы связались такими мощными, современными, долговременными средствами союзничества, каковы являются коридоры и переброски энергоресурсов. Понимаете? Я не говорю о том, что, в общем-то, и общая боль с Грузией. Мы тоже, Грузия, как и Азербайджан, жертва агрессии. Хотя, если Грузия давала для этого повод, Азербайджан никакого повода не давала. Азербайджан, честно говоря. То есть тут есть возможность для политического сближения, для культурного сближения, экономического и совместной игры на международной площадке и так далее. Это все, так сказать, замечательно. А если учесть, что у грузин исторически всегда были претензии, скажем, к двум соседям, Турции и Ирану, этот процесс приобретает очень мощное, позитивное влияние на общее оздоровление обстановки. Что же, у меня на этом все. Спасибо вам большое за интересный... Пожалуйста, до следующей встречи. Продолжение следует...